Александр Оржанов. Страна никуда не катится. Она 600 лет ходит по кругу. Некоторые говорят, что у нее особый путь. Вот этот круг они принимают за особый путь. Ну, Александр, я с вами согласен. Все-таки не по кругу, а по всем законам развития человечества общего, по спирали. Все медяется. Можно сравнить период, вот этот короткий демократический период, Ельцинский, с тоже не очень длинным демократическим периодом при Хрущеве. Тогда не было митингов, долой КПСС. Тогда не было понимания еще, где главная причина, главная проблема – стагнации и развитие общества. Появились слабые надежды, возможность говорить, тоже не очень длинная такая, длительная возможность, но первый сигнал, первая возможность. Тогда, сравнивая эти периоды оттепели и период, можно его назвать, перестройки, мы видим очевидный прогресс. А уж если сравнивать период перестройки с периодом демократических преобразований, ну, очевидный прогресс. Другой уровень развития экономики. И сейчас эти ворюги пользуются этим, тем, чего мы достигли, развивая экономику, создавая акционерное общество, современные. Современная схема управления предприятиями. В начале этого периода, реформации, там, в 92-м, 93-м году, я помню все ахали и охали, как это Ходорковский позвал управлять своей компанией, ЮКОСом, там, американцев, англичан, европейцев, не предательствовали от интересов России отдавать в руки иностранных специалистов такие важные ресурсы. Но потом оказалось, что он превратил компанию в очень современную компанию, за которую, там, Сечин боролся, отнимал с риском для себя, там, под санкции попал, с риском для себя перед будущей ответственностью за, ну, воровство просто. Так что не по кругу, не преувеличивайте трагичность ситуации, все-таки по спирали.